Термин здоровья Существует составляющая, которая связана не просто с отсутствием симптомов и болезней, а еще что-то такое, что есть в твоей жизни, что приносит тебе удовольствие и делает тебя человеком благополучным в каких-то сферах твоей жизни. В этой части, конечно, чаще всего здоровье рассматривается как отсутствие симптомов. Что вот у меня нет болезни, я сплю хорошо, я хорошо кушаю, у меня нигде не болит, вроде я здоров. Но если я при этом чувствую себя отвратительно, если при этом я не вижу никакого смысла в жизни, если при этом я не хочу жить, вроде как такой здоровый, на мой взгляд, это, конечно, не признак удивительного человеческого здоровья. В концепции позитивной психотерапии существует разделение жизни на несколько сфер, на четыре в частности, и каждая из которых обладает определенной самостоятельной ценностью. И никакая из этих сфер, сфера физического здоровья, сфера успехов в деятельности и достижениях, сфера отношений и построения близких, отношений, привязанности с другими людьми и сфера смысла, никакая из этих четырех сфер не является самой главной. Они все важны, они все достойны того, чтобы вкладывать в них достаточно сил и чувствовать себя там комфортно. И в моем представлении, счастливый человек это, у которого в каждую из этих сфер вкладывается достаточно внутренних усилий, в каждой из этих сфер придано определенное значение, и в каждой из этих сфер человек чувствует себя удовлетворенным, что у него все более-менее нормально со здоровьем, что он получает удовольствие от своего этого тела, что он сделан из молекул, что он может там радоваться этому, что он получает физическое там удовольствие и наслаждение, умеет это делать от разных вещей. Что человек, если говорить о сфере деятельности, что человек может там себя идентифицировать в какой-то профессиональной деятельности, что он не развивается, что он становится все более и более профессиональным там работником, что он видит в этом смысл, что ему это нравится, что он все более и более уважаемый человек и все более опытный в той области, в которой он специалист. Про отношения можно сказать, что это сфера, где хорошо, если у человека есть, с одной стороны, люди, которые к тебе очень близки, люди, самый первый круг, ближний, люди, которых ты любишь, люди, которые любят тебя, у тебя с ними отношения близости, эмоциональной интимности, вот эти вещи. Есть люди, которые чуть-чуть от тебя подальше, близкий круг, друзья, родственники, есть в общем довольно далекие знакомые, но ты все равно окружен этим обществом и чувствуешь себя ее частью и внутри этого чувствуешь себя очень комфортно. И еще одна сфера, сфера смысла, мне кажется, что она очень важна, потому что она придает смысл вообще всему, она понимает, объясняет тебе, и ты сам внутри нее объясняешь себе, зачем тебе все это нужно, откуда ты пришел, кто ты такой, в чем смысл твоей жизни, куда ты пойдешь, каковы твои убеждения, как устроен мир, зачем нужно вот это, вон то, почему с тобой все это происходит. И в общем все это достаточно важно для тебя, и ты вкладываешь это настолько, чтобы получать ответы на значимые для тебя опоросы. И у тебя есть какая-то связанная, понятная и доступная выражение в словах, внутренняя система ценностей и представление о том, как устроен этот мир. Я убежден, что на каждом из нас лежит ответственность, мы сами ответственны за то, чтобы вкладывать какое-то количество сил в каждый из этих сфер. Никто не сможет заставить нас сделать это, но мне кажется, что если мы умеем распределять все доступные нам ресурсы, для того, чтобы вкладываться в каждую из этих сфер и чувствовать себя в них хорошо, тогда мы можем быть счастливы.